Сердце Настало время для нашей передачи «Семейный микрофон». И я всех вас приветствую у экранов, ваших компьютеров, телефонов, смартфонов и планшетов. И если вы помните, то во время прошлой нашей встречи я пел для вас песню «Господь, пастырь мой». Она была написана на 22-й псалом царя Давида. Помните, я говорил, что если Библию открыть ровно посередине, мы попадаем с вами в книгу «Псалтирь». И вот 22-й псалом. Сегодня я хочу исполнить для вас еще одну песню, имеющую отношение к творчеству царя Давида. И эта песня, она очень близка моему сердцу. Я когда прочитал 56-й псалом, вы знаете, я задумался, думаю, интересно, что же переживал царь Давид, что побудило его написать такие слова. Здесь в 56-м псаломе, в 5-м стихе, есть такие слова. «Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, у которых язык острый меч». Я не знаю, до конца не понимаю, с чем он столкнулся, но почему я сказал, что этот псалом очень близок мне, потому что я сам столкнулся с чем-то подобным. Вы знаете, самое прекрасное, что я встречал на земле – это человек. Это человек, наполненный любовью. Это человек – радость. Это человек – жизнь. Самое омерзительное и самое отвратительное, что я встречал на земле – это человек, наполненный предательством, лицемерием, злобой. Особенно, знаете, страшны религиозные люди. Мы знаем из истории немало случаев, когда на почве религиозности велись страшные войны. И вот, друзья дорогие, Давид пишет такие слова, что «я, душа моя, говорит, среди сынов человеческих, среди львов, у которых зубы копья и стрелы, у которых язык острый меч». Бог сотворил все сущее для славы своей. Это не потому, что он сластолюбивый, славолюбивый, он хочет, чтобы его хвалили, он хочет, чтобы его славили. Он несет за нас ответственность. Вы знаете, как на любом товаре мы берем и написано «made in», ну, в основном чайно. Бывает еще что-то, и «Russia», и «Essay». Но, друзья, вот на каждом творении Божьем стоит отпечаток божественной любви. Он сотворил нас для славы своей, для того, чтобы мы стали частью его славы, чтобы мы вошли в его славу, чтобы Господь смотрел на нас и радовался. Он даже сейчас, он даже сейчас, Библия говорит, что вот те люди, которые веруют в Иисуса Христа и будут стараться жить по заповедям Господним, то Бог на таких людей будет смотреть на подвиг души своей. Вот как он умер на кресте Голговском, он на подвиг души своей будет смотреть с довольством, с удовольствием. И вот, друзья, дорогие, к сожалению, к сожалению, далеко не все такие люди, от которых исходит радость, от которых исходит любовь. И вы знаете, и вот, и может быть, сердце чего-то хочет прославить Господа, хочет спеть, хочет сказать «Господи, слава Тебе!», а его сердце, душу как будто обокрали. Обокрали какой-то ложью, какой-то лестью, каким-то лицемерием, еще чем-то предательством. И человека сердце хотело бы сказать «Господи, слава Тебе!», а оно как в колючей проволоке. Но Давид, вот, когда он писал этот псалом, он пишет вот этот ужас, что «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее, и вдруг, мажор, потрясающие слова. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить». Знаете, друзья, это очень важно. В каких бы обстоятельствах вы ни находились, как бы вам тяжело ни было, кто бы вас предал, не предал, кто бы на вас не наговорил всяких гадостей, все равно, все равно говорите «Господи, слава Тебе!», а я все равно Тебя буду славить, а я все равно буду петь песни о Боге моем, а я все равно всей душой буду восхвалять имя Господне». Вот об этом моя песня, я ее так и назвал, сперва она называлась, хотел назвать «Среди львов», а потом подумал, что все-таки основная мысль – это «Готово сердце мое, Боже, славить Тебя». Да благословит вас Господь, друзья, быть мажорными людьми, чтобы ваше сердце всегда было готово прославить Бога в любых обстоятельствах, даже в болезни. Я помню, однажды пришел к женщине, христианке, к настоящей искренней христианке, которая умирала от рака кишечника. Вы знаете, страшные боли, страшные боли, которые она переносила, и я слышал, как она молилась Богу. Она говорила «Господи, я Тебя из-за болезни за эту благодарю». И еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Вы знаете, друзья, царь Давид однажды согрешил, и пророк Анафан пришел к нему и говорит, ты должен выбрать себе три наказания, одно из трех наказаний. И, ну, по сути дела, можно их было разделить на два наказания. Либо ты принимаешь наказание от Бога, либо ты принимаешь наказание от людей. И, вы знаете, царь Давид говорит такие слова «Страшно? Не хочу впасть в руки человеческие». Не милосердны эти руки. Лучше, говорит, мне впасть в руки Божьи. Лучше, говорит, пусть Бог меня накажет, чем люди. А вы знаете, а вот Иисусу Христу, Господу нашему, пришлось пойти на Голгофу и умереть там на кресте. И, вы знаете, он как раз вот говорил вот эту фразу своим ученикам. Сыну человеческому должно впасть в руки человеческие. И вот он прошел через эту лютую злобу людскую. Он прошел через это отвержение, через это предательство. Его руки ласкали детей, раскалили этих вот этих больных людей. А на завтра они уже кричали «Распни его! Распни!» Да благословит вас Господь никогда. Не разочароваться в Боге, всегда уповать на Него и всегда идти к Нему с раскаянным сердцем. А теперь все внимание на экран. Готово, сердце мое, славить Тебя, Боже! Около, сердце мое, славить Тебя, Боже! Около, сердце мое, славить Тебя, Боже! Оказалась душа моя бедная, вырытая я меня, Я лежу словно раненый средь огнедышащих пламенем, Посреди человеческих лютых коварных сынов. У них зубы заточены, зубы заточены стрелами, А язык раскаленный печет, словно огненный меч. Яму вырыли грязную люди словами умелыми, Сеть раскинули тонкую, чтобы мне душу подсечь. Но готово, сердце, в сердце мое, Боже! Славить Твое имя посреди племен! Боже, я не вечер, я, как все прохожие, Ты в моем спасении будь превознесен! Унывает душа моя, плачет, неистово молится, Руют яму коварные, сами ж в нее упадут. В тени крыл Твоих, Господи, дух мой однажды укроется, Ты пошлешь свою милость, и беды навеки уйдут. Падать, падать, плачет, плачет, атолида с тебя Падать, плачет, беды навеки уйдут. Сердце мое Боже, славить Твое имя посреди племен. Боже, я не вечен, я как все прохожие, Ты в моем спасении будь превознесен. Но готово сердце, сердце мое Боже, Славить Твое имя посреди племен. Боже, я не вечен, я как все прохожие, Ты в моем спасении будь превознесен. Итак, дорогие друзья, вы просмотрели песню, прослушали, я надеюсь, она вам понравилась. Ну, может быть, не до конца она понятна. Послушайте еще раз, как мои друзья говорят, надо послушать еще раз. Вот, я говорил, что сегодня у нас не совсем обычная была съемка, вот этот вот квадрокоптер нам сегодня помогал, он летал взад, вперед. Ну, я хочу, конечно же, друзья, не то что о квадрокоптере сказать, я хочу сказать всем вам, спасибо вам большое. Спасибо вам за ваше ободрение, за ваши добрые комментарии, за ваши добрые слова, за каждую вашу молитву обо мне благословляющую. Спасибо вам за то, что вы жертвуете средства свои, помогаете мне записывать эти передачи, покупать все, что необходимо. Да благословит Бог вас и вашей семьи. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте делиться с друзьями этим видео, а также и всеми остальными. С миром Божьим. С вами был Владимир Бобриков в нашей программе «Семейный микрофон».